Новый этап археологических раскопок начался у стенного Иерусалимского монастыря. Несколько лет специалисты тщетно искали личные палаты основателя монастыря Патриарха Никона и, наконец, нашли. Подробнее расскажет Кристина Одиноченко. На территории монастыря, построенного в середине 17-го столетия, раскопки начались вместе с ремонтом и ведутся уже несколько лет. За это время археологи обнаружили множество уникальных артефактов, включая предметы монастырского быта, монеты царей династии Романовых, глиняные израстцы первоначального убранства собора. Два года ушло на поиски личных палат основателя монастыря Патриарха Никона. Этим летом археологи заговорили, возможно, их нашли. Согласно источникам, они располагаются вот под этой грудой древних кирпичей. Считается, что именно здесь должны быть еще подземные ходы, подвалы. Археологи продолжают работать и немного жалеют, что не могут смотреть сквозь землю. Еще остатки стены Никона. Это, по-моему, самое интересное, что здесь есть на этом участке. Это еще первая стена, которая еще деревянная стена была. Это остатки валн, валн. Это камни, которые укрепляли насыпь песчаную. Ниже или ничего не будет совершенно. То есть это просто пришли и выкинули строительный мусор, кирпичи. Или будет слой, где будут уже какие-то остатки фундаментов. Перекрытие там или по источникам здесь должны быть никоновские палаты, в которых были каменные подвалы. Григорий и Герман вместе приехали на раскопки Выстру. До этого не виделись много лет. Один в прошлом учитель истории, второй его ученик. Оба, как говорят, больны археологией. И считают эти раскопки не тяжелым трудом, а подмосковным отдыхом для души. В разведки ходили. Ну, то бишь, немного отличающиеся, конечно, от этого. Ну, что мы в данный момент делаем, но все же... Ну, то, что я с археологией связана. Да, с археологией действительно связана. А так? Ну, а в жизни я абсолютно далек от этого. Я электрический. Вот и все. И еще у нас есть фрагменты керамики. В лаборатории показывают, как выглядела монастырская печка с 17 века. Уникальный орнамент не придется восстанавливать. Почти все плиты найдены и хорошо сохранились. Осталось только их собрать, как пазл, в правильном порядке. У древних израстов вообще особый состав. Они очень крепкие. Сохранились также изображения львов, собак, вооруженных людей, масштабные сцены охоты. Довольно много львов. Причем львов разных, эпичных, архитектурных. Вот такие львы с улыбкой. Это львы с ныне разрушенной колокольней. И, пожалуй, их тоже больше нигде нет, кроме как из наших раскопок. Это был такой яркий фриз с вот этими мордами львов. Эти экспонаты найдены совсем недавно. Их помыли и сейчас сушат в специально отведенном помещении. Самое интересное, что они подлинные и никогда не подлежали реставрации. В начале 18 века рухнул купол ротонды. И израстцы сбросили в мусорную яму. Мусорные ямы, естественно, в переносном смысле, это вообще кладезь артефактов, считают специалисты. В древности туда, не задумываясь, сбрасывали килограммы едва поврежденных керамических изделий, элементы убранства. А сегодня эти находки позволят составить более ясное представление об истории монастыря. Кристина Одиноченко, Максим Рыжкин, Арсений Тинянов. Новости Подмосковья.